Кто поможет? Меня обманули на ларёк, я если на рублёвке. Чё? Обмен, помоги! Мне надо того челика найти. Яросыл Сельков, это именно тот обманщик, который решил обманывать. Ну, РП путём, так РП путём. Это был очень наглый обманщик, но то, что происходило дальше, повергло меня в шок. Всем привет, ребят! На связи Алон Цекапелла. Это Блэк Раша, все ссылочки на неё есть в описании. Это новый видосик по админским, так скажем, будням. В этот раз уже серий так много не будет. Я теперь буду делать отдельные видео, буду делать их более интересными, потому что я подумал, что вам уже надоели эти серии. Эти серии, они абсолютно везде. Поэтому теперь мой каждый видосик, который связанный с админкой, будет немножко сделан по-другому. Надеюсь, вам это понравится. За это вы должны влепить лайкосик, скачать Блэк Рашу в описании, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео, парни. Под прошлым видео вы собрали 400 лайков. Это значит, что 4 миллиона я дам одному победителю и спрячу его в этом видео. Если вы тоже хотите получить бабосики на халяву, то в каждом моём видосе работает 2 конкурса. Первый конкурс где первый комментарий получает 1 миллион на сервере Аква. И второй конкурс я, в принципе, полностью расписал в описании. Ты можешь прийти, прочитать, поучаствовать и выиграть. И, в принципе, получить приз уже в следующем видео. Все началось с того, что я проснулся сегодня утром, посмотрел на просмотры своих видео, связанных с обманами и понял, ребят, что просмотры очень плохие. А это только из-за того, что я начал снимать обманы пошаблонно. Я делал видосы не так интересно, как делал ранее. И до меня дошло, как бы это изменить. Я понял, что нужно попробовать словить обманщиков в лайф-режиме. То есть, просто после того, как я зашёл в игру. И знаете что? Сегодня у меня это получилось. Вам, наверное, интересно, зачем же я слежу за вот этим чуваком. Так вот, он в данный момент в вип-чате продаёт свой бизнес-закусочную за 13 миллионов в Егоровке, ребят. И вот мне показалось, что этот чел мог создать фейк-аккаунт того чувака, который держит настоящий бизнес-закусочную. Но нет, это действительно человек, который держит закуску и он её продаёт. Но об этом чуваке давайте немного позже. Вы узнаете, что же он натворил. Давайте этого Артёма отложим немножечко на потом. Потому что у него проблем меньше, чем у этого чувака, который пишет в вип-чат, что его обманули. Он находится на Рублёвке и давайте же попробуем за ним проследить, что же у него случилось. Я решил сразу к нему телепортироваться и, в принципе, спросить, что у него случилось. Он сразу говорит, админ, помоги, да понятное дело, что я тебе помогу. Он быстренько сказал мне, какой ник у обманщика, и я решил пробить. Есть ли в такой в игре? Потому что этот чел говорит, что он не на сервере. Почему? Хотя он в игре Яросыл Сельков. Давайте же спросим. 2-7-7. Очень хорошо, что этот обманщик даже не успел выйти с игры. Потому что мы уже его телепортировали. Здравствуйте, Яросыл. Может, расскажете, как у вас делишки? Я готов вас выслушать. И если вы мне расскажете правду, то, может быть, вы не вынесёте такое сложное наказание. А в ФК оффбан лучше сразу с игры не выходить, потому что за это сразу бан. РП путём. Интересно, к чему он это говорит? Потому что я ничего не понимаю. Что РП путём? Ты общаешься с нон-РП персонажем. Я не РП персонаж, мне не нужно отыгрывать роли плей. Ты понимаешь? Узнайте РП путём. Понятно, понятно. Это он троллит админов так или что? Он задавал вопрос, вас к ему так отвечали. Я не понимаю, к чему ты это пишешь? После того, как я объяснил этому наглому челу, что если он сейчас не перестанет так общаться или вообще не расскажет нам правду, он может получить бан. Ну как может? В принципе, ещё не может. Но правду-то рассказать нужно. Зачем врать? Уже тут сначала было понятно, что он пытается выкрутиться. Давайте, ну давайте. Я хотел услышать от него правду, но не такую. Ребят, Гачи Мучи и Данжен Мастер уже ждут его по ту сторону игры. Вы уже это понимаете? Недолгие переговоры всё-таки привели к тому, что он сознался. Да, я обманул человека. Но зачем же так поступать, братишка? Ты же игрок Блэк Раши, лучший КРМП на телефоне. Ну вот он, самый стандартный обман. Он просто подошёл к любому бизнесу, посмотрел на ник хозяина аккаунта и бизнеса, поменял одну буковку и обманул нашего бедного Амирчика, пацаны. Вот так вот. Даже бизнеса у него не было, который покупал Амир. Амир ему дал, в свою очередь, скин и 200 тысяч. Ну вот знаете, что мне понравилось в этом наглом обманщике? Именно наглом. Он наглый, но адекватный. Я когда с ним нормально пообщался и сказал ему, что если ты вернёшь ему там скин и деньги, то ты можешь получить бан не навсегда, а на 30 дней. И, ребят, он понял меня и даже вернул ему скин. Но, к сожалению, деньги, а именно 200 тысяч, он где-то уже проебал. Но скин он вернул. Он вернул скин, и посмотрите, сколько счастья и горя принесла эта ситуация. Ну вот, блин, Яросел бы не обманывал игроков, если бы его не обманули. Вы понимаете, что обман вызывает обман. Как я и обещал, за то, что он сделал всё как молодец, как топовый обманщик, так скажем, вернул скин, но не вернул деньги. Короче, он поступил, так скажем, и честно, и не честно одновременно. За это он получит бан на 30 дней, а не навсегда. Короче, Яросел, желаю тебе удачи по ту сторону игры, но, в принципе, лучше никого не обманывай больше. А теперь быстро лайк влепите, а мы возвращаемся к тому обманщику из начала видео. В общем-то, я хотел купить бизнес у этого Артёма. Приехал в Егоровку и вижу тут дом в Госсе. А дома в Госсе в Егоровке бывают как бы редко. Поэтому я быстренько купил второй слот под дом. И, в принципе, забрал этот домик себе. Ну а сейчас поехали к бизнесу и посмотрим, что там за бизнес. Потому что к следующему ролику мне нужен был дом, бизнес, ну и ещё кое-что. Мы приехали к бизнесу и первым делом я, конечно же, хочу спросить у него Финку. Потому что он хочет 13 миллионов за закусочную. В которой Финка, я уверен, не больше 100 тысяч. И типа, за что тут давать 10 плюс лямов? Если у нас экономика на Акве примерно такая, 1 миллион Финки в сутки равен 100 миллионам цены бизнеса, так скажем. Ну и, в принципе, если это приравнять к таким маленьким суммам, как закусочные, и можно понять, что тут, в принципе, 100 тысяч Финки будет стоить 1 миллион ценника. Ну и как бы не знаю, за что тут такие деньги. От 30 до 120К, когда Финка 30, не было продуктов. Ребят, что-то как-то странно. Он отвечает, тут не может быть такая Финка, поскольку она не может колеблеться от 30 до 120. Она примерно должна быть стабильная. 50, 60, 70, 80. Тут не такой круговорот людей. Я его предупредил, что если ты меня обманул, то я тебя найду. Давай за 13 заберу, и, в принципе, он соглашается. Отлично, ребят, забираю этот бизнес за 13. И, конечно же, сейчас чекнем Финку. Артём предлагает вам купить бизнес номер 37 за 13 миллионов 120 тысяч. Ну окей, в принципе, эта соточка мне никак не мешала. Сейчас бы нам нужно проверить финансовую статистику. Пожмём ему руку, конечно же, потому что братишка продал нам бизнес для следующего ролика. Так, 4 кассика продуктов. В принципе, оплачено достаточное количество дней. Закажем ещё 4 кассика, чтобы не пустовал этот бизнес. И, конечно же, давайте, ребят, посмотрим финансовую статистику. О боже, о боже, чел, ты вообще выкупаешь, что ты наделал? Сосать. Ой, парниша. Ну, ребят, как обычно. Сначала он наглел и говорил сосать, а потом, как он понял, что он сейчас может получить бан, он начал говорить, меня обманули, продали этот бизнес мне за 15 миллионов, но и как бы это тебя не освобождает от ответственности. Я же тебя предупредил. Что? Когда я куплю бизнес? Если там будет что-то не так, то я тебя найду. Видишь, мне даже тебя искать не пришлось, потому что ты даже никуда и не ушёл. Я посоветовался со старшей администрацией, и они мне сказали, что да, это нон-РП обман, и этот челик заслуживает на перм-матч. Ребятки, да, перм-матч, только из-за того, что он приукрасил финночку. Он получит перм-матч. Кстати, он вышел в АФК, поэтому, наверное, 100% получит перм-матч, потому что в АФК я говорил не выходить. А, ну он уже вышел с АФК, но, в принципе, от перм-матча я отказываться не буду. Конечно же, я мог попросить у этого чела деньги обратно и отдать ему бизнес, но вот эти вот слова его сосать, знаете, к чему он это написал? Он думал, что я не админ. Он же написал, помните, ты же админ. Я его ещё и телепортировал, и тачку при нём создал. Ну, мне кажется, он всё равно думал, что я не админ. Так я его ещё и предупредил, что тебе жопа будет, если ты меня попробуешь обмануть. Ну, и всё вышло так, как вышло. В общем, ребят, не ведитесь на такие обманы. Не идите обманывать после того, как вас обманули. Напишите мне, я попробую разобраться в вашей проблеме, я попробую уделить вам время. Короче, с вами, как всегда, был Алон Сокопелло. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видосика.